Я много катаюсь с друзьями, в основном это как развлечение, но если речь идет об использовании велосипеда как транспорта, то есть сесть в магазин или до работы добраться, самое основное для меня это отсутствие охраняемых велопарковок, поскольку оставлять велосипед просто внеоборудованный для этого места я боюсь. Наши города проектировались раньше под автомобильный транспорт, дороги решали транспортные задачи для автомобилей, тротуары строились вокруг этих дорог, под велосипеды там вообще не было ничего запланированного, а так как велосипедисты сейчас не имея этой инфраструктуры своей собственной, они вынуждены пользоваться спланированными участками или для автомобилей, что небезопасно для велосипедов или для пешеходов, что небезопасно и для пешеходов и для велосипедов, то есть в принципе это совершенно неправильно. И если мы хотим, чтобы люди массово пользовались велосипедом не только в выходной день в рекреационных целях, но и решали транспортные задачи, нужна полноценная как бы велосипедная инфраструктура и с этой точки зрения мы разработали очень интересный маршрут, который решает эти задачи. Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос о возникновении в нашем городе велодорожек возник уже давно с ростом населения, с развитием инфраструктуры жилого сектора, поэтому он как никогда актуален и поможет разгрузить транспортную сеть. Если граждане проявят активность, пересядут на более экологичный вид транспорта, такой как велосипед, я думаю, будет только лучше. Мы организовали эту встречу, наши инициативные группы, состоящие из восьми человек, которые принимали участие в разработке этой концепции и маршрутов. И мы хотели ознакомить других активных граждан, которых я знаю в нашем городе очень много. И эта тема интересует не только нас, восьмерых. И хотели подключить к обсуждению, подключить к генерации каких-то идей, к созданию каких-то предложений, ну как можно больше людей, чтобы наш проект получил именно вот такую поддержку, как бы, можно сказать, народную. Стоит сделать такую велодорожку, которая будет привлекательна для всех в родственных категории граждан, которая будет привлекать граждан с других городов для, ну, с точки зрения туризма. Наш проект, он подразумевает не просто создание велодорожек для одной категории людей под названием велосипедистов, а наш проект подразумевает вообще такое преображение города для людей, которые не пользуются автомобилями. То есть вот для тех категорий людей, для пешеходов, для велосипедистов, для участников на малом колесном транспорте, чтобы появились комфортные современные тротуары, современные велодорожки. И самое главное, тот, что наш проект, он затрагивает еще рекреационные зоны, лесные массивы в черте города. Велодорожки, выделенные, как мне кажется, повысят безопасные движения, потому как многие велосипедисты, передвигаясь по городу, вообще не задумываются о правилах дорожного движения, о том, как надо пересекать пешеходные переходы, что нужно спешиваться, что нужно для машин указывать повороты. И велодорожки в нашем городе должны разграничить трафик велосипедистов и трафик автомобилей, соответственно, повысить безопасность движения как бывалых, так и начинающих велосипедистов, особенно если детей, которые вообще любят ездить по городу, как мы знаем, в любых направлениях. Мы хотим подать пример другим городам, чтобы наша дорожка послужила ярким примером к развитию и велоинфраструктуры в других городах, чтобы это было эталоном, скажем так, для развития инфраструктуры в общем и велосипедистации населения как такового. Продолжение следует...